Осталось ли ощущение удовлетворенности тремя очками при такой игре? Что-то видели? Ну и все. Это самое главное. Поле как всегда мешало нашим футболистам. А, нашим всегда мешает? Да. Если всегда мешает, значит мешало. Все нормально? Такое ощущение, что технического брака было много именно из-за состояния поля? Наверное, не только из-за состояния технической оснащенности. Вы достаточно резко прокомментировали решение обложить налогов иностранных трейдеров. Почему резко? Ну, как бы никто не позволил себе столь решительно выступить. Мне кажется, Галецкий еще решительно выступил. Действительно, когда эмоции поутихли, считаете это неправильным решением? Или считаете, что нужно обложить всех? Ну, давайте всех обложим. Футболистов, спортивных директоров, журналистов. Обязательно. Всех надо обложить. А почему главного тренера обложили, а помощники не отнимают места у наших тренеров, да? Наши тренера, которые не работают главными, да? Могли бы спокойно быть помощниками у такого специалиста, допустим, как в спалете, да? Поднабраться опыта и потом возглавить команду какую-то. Почему помощников не обложить? Как же по трешке сделали вы там-то и все? Все довольны. А сегодня до матча говорили, что если будет пенальти, будет бить Халк? Или уже в ходе матча? Нам сразу приходят на установку и говорят, что сегодня будет пенальти. Нет, на случай, если будет пенальти. Как раз... На случай у нас есть три пенальтиста, которые бьют. Два не использовали свои шансы. А значит, как... Мы расстроим маленький командный секрет. Значит, меняется пенальтист после промаха или же... Да нет, но по ситуации. Бывают же ситуации, когда человек голову не забивает, потом назначают пенальти. И хорошая возможность размочить голевую засуху. Почему не дать пробить? Роман, а как вам идея фанатского игрожа исполняет сегодня песни Ленинградских ролл-групп, в частности, Цоя? Я не слышал. Роман, а... Вы все исполняли хорошо. Да, вот, значит... Вы могли забить, но, как бы, Перекладина сыграла за... Ты вратарь почему-то там стоял. Нет, первый раз вратарь, второй раз Перекладина, значит... Это, как бы, не везение или все-таки... Моменты есть, значит скоро будет галой. Ясно. Значит, вы по-прежнему считаете, что Зенит борется за второе место в чемпионате России? Или все-таки, как уверяет нас случайно Спалетти, мы ведем погоню за ЦСКА? Мы ведем погоню за ЦСКА, но боремся за второе место пока. Пока шансы фармиться не дает. А какой должен быть от трех от ЦСКА, чтобы вы сказали, что мы боремся за первое? Трех? Да. Одно очко. Одно очко. В пользу Зенита. Да. Как вариант. А у вас устроили еще второе место в сезоне? Не будет второе. Это успех будет, Николай? Успех? После двух первых, я думаю, вряд ли это может считать успехом. Ну, мы сами виноваты, что мы провалили середину чемпионата. Роман, а ваш капитанский статус дает какие-то преимущества вашему агенту при переговорах о продлении контракта с Зенитом? Не знаю, я вообще первый раз слышу, что у меня переговоры идут с Зенитом. То есть они не идут? И вы… Ну, я не слышал. Может, газеты больше знают. Ну… А чего сегодня не хватило, чтобы забить крыльевым второй? А чего одного мало? Ну, была нервная концовка. Случайный гол и минус 2-4. Ну, его же не было. А когда заменили Славу на Боборина, который молодой парень, второй матч в общем-то… Ну, все отлично, да. Ну, вот было какое-то желание отодвинуть игру от ворот, учитывая, что все-таки при всем уважении к выучке парню и к работе… Ну, надо дать ему шанс проявить, все же мы будем оттуда играть. Один на один выручил, все отлично. Роман, а как он показал, пенальти был чистый или все-таки… Просто назначили, значит, чистый. Да? Ну, или очень спорили. Кто не спорит. То есть Зенитур будет спорить? Конечно, будет. Приятно видеть вас в хорошем настроении. Я вижу, что потом опять начнется разговор. Зенит выбил за счет спорного пенальти. Ну, говори. Собаки лают, крова надежда. А, то есть вас не смущает все это? У меня нет. Нет.